Когда тренер с тобой в игре? Весьма необычно проходят занятия по футболу в Фоке-на-Воронке. Совсем недавно в штате сотрудников появился Адамс. Так его называют и ребята, да и сам он представляется просто. Пока по-русски говорит с явным акцентом, однако тренировкам это не мешает. Потому как система у Адамса «смотри на меня, делай со мной». Первый вопрос, который возникает. Как так получилось, что парень, за плечами которого игра за сборную команду Камеруна, несколько лет игравший в Таиланде за команду Субханбуре. Играл за сборную Малайзию в первом составе. Попал в Щелково и тренирует щелковских ребят. А как в Щелково оказались? Я начало в Москве. Потом в Сочи. Я учился в Сочи. Сочи, город Сочи. И потом здесь жена мой купил квартиру. Это потому я здесь. Я уже здесь два года. Продолжать полноценные игры в качестве члена профессиональных команд Адамс не смог из-за серьезной травмы. И потому поддался в тренерский состав. Интересно, что наставник не просто дает указания, а сам играет с мальчишками. О своих учениках говорит. Главный принцип не ругать, а поощрять. Для этого у него приготовлен шоколад. Плитку получают лучшие. Ну а сам тренер признается. Русским ребятам порой очень не хватает трудолюбия и целеустремленности. Однако здесь он пытается личным примером показать, что такое упорство в тренировочном процессе. Это очень трудно, потому что когда они еще маленькие, надо много говорить. Они еще начали футбол, они еще не знают, как прием, не знают, как дайпас. Сейчас очень трудно. Но это очень хорошо заниматься, дети. Что я вижу здесь, Россия. Они не любят работать. Они не любят, они не любят. Но и здесь у Адамса работает правило. Лучший пример действия. И он отрабатывает его прямо на поле. Удар и тактику. Тем самым прививая трудолюбие и усердие ребятам. Сами ребята от тренеров в восторге. Им явно по душе такой способ тренировок. Какими качествами должен обладать профессиональный хороший футболист? Скорость, финты, пас и удар. Самое главное. Еще дриблинг, наверное. Скажите, он у вас, по-моему, намного быстрее. Как развить такую скорость? Ну, я не знаю. Тренировать ноги. Заниматься на дорожке. А вот в чем залог хорошей футбольной команды? Успеха, как вы думаете? Понимание. Дружба. Взаимодействие. Ну, бегать лучше. От тренера, скажите, многое зависит? Да. Лилия Тимива, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.